Ты это видел? Популярная новость. Израиль выложил в Твиттере первый в истории флаг Прайд в Газе. Знаете, я думаю, таким образом Израиль символически поимел газу в задницу. Это их послание, Курт. Но посмотрите на руины за его спиной. Посмотри на это. Этот парень, Йо Фац Мони, член ЛГБТКЮ-сообщества. Это его послание надежды народу Газе, страдающему от жестокости Хамас. Посмотри, где он стоит. Они живут под завалами. Он хотел поднять первый флаг Прайда в Газе и призвать к миру и свободе. Я считаю это оскорблением, потому что это старый гей-флаг. Да. Где цвета трансов, деми, асексуалов, этот парень не инклюзивный фанатик. Старый флаг. Где все остальные цвета? Где весь спектр цветов? Весь спектр. Вообще весь спектр, включая черный. Да. И флаг батальона Азов. Где? Итак, я думаю, его послание. Я покажу вам. Я думаю, он хочет сказать, что оккупация Газа — это так весело. Миша сдерживается. Миша сдерживается. Она такая. О, у меня будут проблемы. Знаете, что нельзя ЛГБТК плюс в Израиле вступать в брак? Да. На самом деле в Израиле запрещены любые гражданские браки. Не столько из-за однополых браков, сколько из-за межконфессиональных браков. Да, я понял это, когда долгое время встречался с девушкой. Все такие... Ты собираешься менять веру? Даже межконфессиональные браки под запретом. Кстати, Израиль — единственная демократия на Ближнем Востоке. 70% израильтян за гражданские браки. Но позиция Верховного Суда Нетаньяху по этому вопросу — один из поводов для возможной гражданской войны. Правда? Да. Теперь вы понимаете, почему Бен Шапира считает, что брак должен быть таинством, как у Катулли. Он отказался выйти на свадьбу до его Рубина. Да, христиан. Он сказал ему это прямо в лицо. Потому что христианские сионисты... Я пытался сделать вид, что все нормально, но... Ничего не вышло. Потому что христианские сионисты... Знаешь, я рос свидетелем Иеговы, и я... Снова и снова повторяю, эти диспенсионалисты Америки, религия при умножении богатства... Когда появилось это учение, в то же самое время Артур Бальфур поддержал идею создания Израиля. Итак, учитывая тогдашнюю интерпретацию Библии в Америке и сионизм, это было совершенное единство. Так что это всегда существовало в США. Что за шумиха вокруг однополых браков? Помнишь, я не мог понять, почему это так важно? Из-за Израиля. Вот почему. Если у нас будет светский брак, это... Поставит под угрозу запрет на межконфессиональные браки в Израиле. Посмотри на это. Он держит флаг Израиля вместе с флагом Прайд. А, чувак, приезжай сюда, чтобы жениться. Приезжай сюда. Или просто женись на женщин. Вот что написал выдающийся гей Гленн Гринвальд. Единственное, чего не хватало правым в их моменте Джорджа Флойда. Он имеет в виду правое крыло в США. Их момент Джорджа Флойда. Так он это называет. О, точно. У них было много разных моментов. Но это... Да. Кроме массовых увольнений за неправильные взгляды, запрета студенческих групп, культа меньшинств, якобы находящихся под угрозой, обвинений инакомыслящих в фанатизме, им не хватало только флага ЛГБТ. И вот он. Да. Все должны понять, что Америка и Израиль всего лишь подставные компании. Верно. Для маленькой компании ее диктата. Вот почему реакция такая сумасшедшая, когда ты говоришь о геях. Что, черт возьми, они имеют в виду? Я даже не знаю, кого представляет этот флаг. Это... Он больше никого не знает. Это оскорбление вашего разума. Они идиоты. Да. У Китая пропаганды и то лучше, чем у них. У Китая пропаганды и то лучше, чем у них.